А вы знали, что Свердловская область по объему промышленных производств занимает второе место в России? Промышленность региона стала активно развиваться еще в 18 веке, а во время Великой Отечественной войны на Средний Урал было эвакуировано более 200 предприятий. Рассказываем мы это не зря. Сегодня Свердловская область отмечает свое 90-летие. Что о ней расскажут первоуральцы и что пожелают, узнаем прямо сейчас. Сейчас у нас тут и для Европы, а за границей. Потом что у нас? Вот заводы. Металлургический завод наш. Тренинг, так говорится, давно уже. Что еще? У нас? Природа у нас тут очень даже хорошая. Мне нравится. В первую очередь Свердловская область – это промышленный край, как и весь Урал. Она известна своими предприятиями, то есть очень много огромных промышленных предприятий, которые фактически всю страну снабжают. В Свердловской области хотелось бы пожелать развиваться. Развиваться культурно, развиваться промышленно. У нас сейчас развитие и так заметно. Это заметно даже по нашему городу, Первоуральску в том числе. Хотелось бы пожелать развития больше, чтобы более высокими темпами, может быть, развивалось и производство развивалось. Наш Первоуральский новотрубный завод, Каменско-Уральский завод, очень много тоже заводов, Хромпиковский завод. Сейчас вот он наживает. Область? Ну, она должна расстраиваться. Больше культурных, конечно, мероприятий. Ну, у нас в городе еще ведь дворец водных спортов, тут недавно забабахали, какой красивый. А так, конечно, остается пожелание, как в области ЖКХ, чтобы все наладилось. Потому что бывают всякие казусы. Кто вдруг произойдет, кто еще где-то что-то течет. А так, в целом, работа ведется. Народности много, да. Всех принимает, страна большая. Ну, Свердловский область, просто вокруг завода, в общем дело. И военные заводы, и на паронку работают. Ну, так, особая область, можно сказать так. В Свердловской области очень развита металлургическая промышленность. Всю страну, мне кажется, и даже дальше известна. Природа на Урале вообще самая красивая, я считаю, в том числе в Первоуральске. Ну, и у нас находится прямо здесь, под боком Европа-Азия, на которую приезжают туристы. Все круто и замечательно, но всегда есть куда расти. И, кстати, это можно заметить по Первоуральску, который развивается в последнее время очень большими шагами. У нас постоянно что-то благоустраивают. Я считаю, что это тоже повод приехать, в общем-то, в такой маленький город и посмотреть, как он растет.